Чтобы собрать хороший урожай томатов и простимулировать их шикарный рост, я рекомендую подкармливать их раствором из йода и молока. Несколько лет я использую этот раствор и результат меня всегда радует. Томаты вырастают крупными, без болезней и дефектов, а кусты растут стабильно. Раствор повышает устойчивость растений к плохой погоде, фитофторе, гнили и другим заболеваниям. За один сезон мне достаточно 3-4 раза подкормить помидоры таким раствором, но если растения начинают страдать от первых признаков каких-то болезней, я сразу делаю дополнительные обработки. Опрыскивание производится в безветренную и сухую погоду, желательно ранним утром или поздним вечером, когда солнца уже нет на небосводе. Первую подкормку нужно делать через 1-2 недели после высадки рассады в грунт и приживаемость будет выше всяких похвал. Корни быстро сформируются и укрепятся. Второй раз подкармливаю прямо перед началом цветения, что помогает снизить количество пустоцветов и улучшить иммунитет растений. В третий раз я делаю подкормку в начале формирования плодов, за счет чего улучшаются вкусовые качества огурца. Он становится хрустящим и вкусным, быстро появляются новые завязи на кусте, а срок плодоношения продлевается минимум на 1 неделю. Есть несколько рецептов приготовления такой подкормки и все они будут правильными, но лично я всегда использую один и тот же рецепт и полностью доволен результатом. Беру ведро с чистой отстойной водой, добавляю 1 литр молока и 10-15 капель йода. Тщательно перемешиваю смесь и опрыскиваю грядки сразу же после приготовления средства, чтобы полезные вещества не покинули раствор. Лучше всего опрыскивать растения при помощи пульверизатора. Если правильно приготовить подкормку и внести ее вовремя, вы получите очень интенсивный рост томатов. Обильный урожай, здоровые плоды с отличной лёжкостью. Проверено!